Здравствуйте, это Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас вот с такой антенной двухдиапазонной от Comet. На магните она сразу идёт, и это следующее поколение антенны M24S. По M24S у нас обзор есть, и сегодня мы их тогда сравним и посмотрим, чем они отличаются. То есть это радиолюбительская антенна, 144 и 430, сразу на два диапазона, и длина у неё 49 сантиметров общая. Давайте тогда, как обычно, начнём с комплектации. Не забудьте подписаться на канал, наша следующая цель 100 тысяч подписчиков. Начинаем с комплектации. Антенна поставляется вот в такой типичной для Comet полиэтиленовой упаковке, но комплектация отличается от M24S. Теперь на кабеле установлен другой разъём, и, соответственно, идут переходники. Сейчас я тогда достану саму антенну и вам покажу отличия. Так, инструкцию давайте сразу тоже достанем. Так, идёт фирменная наклейка теперь Comet. Далее, на кабеле установлен переходник FME. Так, плохо видно, вот так вот. FME-розетка. Знаком, наверное, вам такой разъём. И, соответственно, идёт два переходничка с этим разъёмом. Это переходник FME-вилка, соответственно, ИУЧС-вилку для подключения к мобильным станциям. И идёт переходник FME-вилка, СМА-вилка для подключения к радиостанциям ЯСУ, например, либо РАЦУ, ну, то есть, ко всем тем, у которых установлен разъём СМА-розетка на самой станции. Чтобы, например, подключить данную антенну к БАОФЕНГУ, нужен переходник тогда FME-вилка, СМА-розетка. Такой отдельно существует, и он у нас на сайте добавлен, но в комплекте идёт только два переходника. Далее, что ещё изменилось по сравнению с М24С? Изменилась длина кабеля. Теперь вместо 4 метров идёт 5 метров на кабеле. И кабель здесь марки неизвестно какой, потому что написано просто RG58. Сам штырь также металлический, вся антенна и магнит чёрного цвета. Есть такая вот пластиковая наклейка, ну, точнее, она фольгированная наклейка для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от царапин при попадании пыли между магнитом и крышей вашего авто. Так, давайте я штырь достану тогда. Антенна ненастраиваемая, то есть этот колпачок несъёмный. Но здесь, естественно, можно снять сам штырь с вот этого крепления, но никакого графика... Так, вот ещё идёт шестигранник. Никакого графика по настройке, естественно, нет. Так, кабель, кстати, здесь вот в инструкции указан RG58AU. Диаметр магнита 77 миллиметров. Общая длина антенны 493 миллиметра от основания магнита. Ну, и характеристики тоже вы можете увидеть. Максимально подводимая мощность 80 Вт. Диапазон, кстати, так же, как и у М24С, указан на приём от 100 до 170 и 350, 470 МГц. Сейчас мы, пожалуй, в этом тогда диапазоне и снимем графики. Чтобы посмотреть, как она работает на приём. Само крепление через вот такой винт происходит штыря и магнита. И в основании у нас один шестигранник держит данный штырь. Но штырь небольшой весом, поэтому фиксация двумя шестигранниками, я думаю, ему и не нужна. Ну, всё, по конструкции, я думаю, всё понятно. Сейчас кабель тогда размотаем и будем строить графики вот как раз вот в этих указанных широких диапазонах. Так, сняли график в нижнем диапазоне частот от 100 до 170 МГц, как указано в инструкции. Но, к сожалению, конечно, антенна не до такой степени широкополосная. График в начале диапазона имеет КСВ аж около 10, поэтому использовать на передачу там нельзя. Ну, и на приём она, естественно, будет работать неэффективно. Так, минимальное КСВ у нас, да, как раз где-то на частоте любительской примерно. Хотя чуть ниже, да, 100. 43,750. И здесь у нас 1,36 и 58 сопротивления. У М24С эти показатели были получше. Переходим теперь в верхний диапазон, там посмотрим. В диапазоне 350-470. Но тоже, конечно, от 410 около 4 значений КСВ. Это многовато, конечно, для антенны. Так, смотрим, где у нас минимум. Ну, вот, 1,2 начинается с 437 примерно на 430. Сколько здесь у нас? 1,9. Так, а минимальное значение на 450. И здесь 1,2. 59,3 сопротивления. Ну, в общем, насколько я помню, у М24С график-то был получше. Так, ну что, давайте подведем тогда итоги по поводу антенны МА721 от Комета. То есть, такое обновление получилось не совсем однозначное. То есть, хорошо, конечно, что они увеличили длину кабеля на 1 метр, потому что 4 метра иногда не хватает в каких-то больших машинах, в микроавтобусах и так далее. Это полезно. То, что используется переходник универсальный, тоже, в общем-то, хорошо, потому что иногда желательно подключить антенну к автомобильной станции, иногда к портативной радиостанции. Но в остальном графики чуть похуже, конечно, получились по сравнению с М24С. Поэтому, ну, вы можете сравнить. У нас на сайте добавлены графики и той антенны. Посмотрите, что вам более интересно, ну, то есть, что более эффективно для вас именно будет. Так, по конструкции никаких замечаний нет. Всё вроде бы сделано хорошо, без замечаний. Всё на этом тогда закончим с этой антенной. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»